Всем привет! Сегодня мы с вами будем делать опять гофру, которую мы делали несколько месяцев тому назад, но на этот раз это будет уже спиральная гофра, то есть если в прошлый раз мы делали гофру такими колечками, где они шли, то на этот раз это уже такая замкнутая длинная-длинная гофра будет в виде спирали бесконечной. Вот в общем опять это конечный результат, который у меня получился, вот такая вот гофра. Делать опять был в Marvel, потом 3D Max, ну в общем поехали. Итак, начинаем мы со спирали. Сначала нам нужно получить некоторый объект в виде спирали для того, чтобы он коллизился с нашей тканью. Вот я сначала начал думать, как это сделать, и первое, что мне пришло в голову, это Херекс использовать. Но в итоге оказалось, что он не годится до этого, до этих задач. Сейчас я объясню, почему у меня не получилось. Вообще, если у вас есть какие-то идеи по этому поводу, то будет интересно, пишите в комментариях, как это можно было бы еще реализовать. Таким способом. Но Херексом не получается. Значит, я пробовал двумя способами. Во-первых, сделать его рендер с радиала, я переключаю на ректэнгл. Знаешь, что у вас в общем проблема. Видите, как он? Он получается как резьба, тут даже не как резьба, вообще весь кривой, не поймешь какой здесь. Его нужно еще как-то вращать вокруг оси, чтобы он выровнялся. Поэтому Херекс нам не подходит. Нам нужно, чтобы вот эти вот все вещи, вот эти вот вещи, чтобы они были параллельно, чтобы здесь было две стеночки такие параллельные, то есть как будто бы цилиндр нарезали. Вот, а Херекс в данном случае вот как-то очень странно все это нам показывает. Итак, значит, заходим в геометр, геометр мы удаляем. Вот здесь, значит, вот в этой вкладочке мы динамик объект. И здесь есть спринг. Такой объект очень интересный. Это как раз то, что, собственно говоря, нужно. Вот такая вот штука. Это то, что это типа Херексона, у нее параллельно идут полочки. Значит, все настраивается. Здесь тоже ректенгл можно выбрать. И вот если мы посмотрим сбоку, вот мы уже имеем параллельный низ, параллельный верх. Но здесь нужно будет поправить вот эти вот элементы. Но это уже просто. Нам самое главное было получить вот именно равномерно, правильная вот эта вот спираль правильная. Правильную геометрию ровно. Так, давайте, значит, поднастроим все это. Диаметр поменьше, то я здесь большего диаметра сделаю. Размеры какие-то здоровые. Человеческие штуки. Вот оно получилось, оно стало. И вот то, что мы хотели получить. Это вот эти вот части параллельно. Вот это вот самое главное. Вот, в общем, строить свою спираль такую, какая нужна именно вам. Как вы ее видите. Надо еще соблюдать такое правило. Чтобы посмотреть с торца. Ну, можно не соблюдать, наверное, не знаю. Так, восемнадцать не годится. Треть, двадцать. Посмотрим. Ну, двадцать. Так, вот. Если сменить с торца, чтобы здесь вот эти вот стороны были. То есть он дерился на четвертинке. Потому что потом, когда мы будем таять, чтобы можно было, если мы что-то даже отрезаем, то нас можно было соединять спиральными с собой. Потом мы, допустим, вот так тут режем. Сейчас какую-то. Чик. Надо резать. Она у нас соединилась. Вот так вот. И так можно наставлять там всю кушку. И так далее, в общем. Вот. В общем, сейчас спираем и доделаем немножко. В ноль ее выставляем, естественно. Переводим вроде в поле. Или кто-то может манипликатором пользоваться. Кто-то из других программах. То уже там вы сами смотрите, каким образом вы получите эту спираль. Не знаю. Теперь мы вот эти вот точки должны вот соединить. Как бы в одну линию вывести. Вот мы длину выделяем так. По очереди. Поставляем в линию. И так вот все надо пройти по окружнице. Поэтому первоначально не делайте большую детализацию. Потом просто на Turbo Smooth. Пусть модификатор примените в том смысле. И оно у вас не гладится. А поначалу, чтобы меньше было вот этой регуляции. Сделайте более или менее оптимальный вариант. Вот. Можно даже было, наверное, еще поменьше. Можно даже было, наверное, еще поменьше. Можно так вот. Тоже меньше было. В общем, вот так по кругу надо внешний круг пройти. Потом будет то же самое сделаться с внутренним кругом. Опять же, если у вас будет какой-то вариант, как в 3D Max сделать такую спираль, нам могут быстрее и проще. Именно такую получить с параллельными вот этими плоскостями. То обязательно напишите в комментариях это. Очень интересно будет узнать. Я как бы вот нашел этот способ. В принципе, он меня как бы устроил и больше я не искал. То есть я уверен, что можно получить эту спираль каким-то более логичным, наверное. Просто методом. И так все. Теперь у нас все это параллельно. Теперь получился некий такой цилиндр. Вот. Следующее, что нам нужно сделать, это, соответственно, цилиндр. Мы сначала на цилиндр будем натягивать ткань. Сделаем такую цилиндрическую цилиндр из ткани. Потом тот цилиндр мы удалим. И поставим вместо него уже вот эту спираль. На спираль мы уже будем проводить уже дальнейшие манипуляции с тканью. Так. Сейчас нам цилиндр нужен. Создаем цилиндр с таким же количеством грани. Такой же длинный. Ну или приблизительно такой же. Это нам уже. Двадцать. Это было. И приблизительно, ну чуть побольше диаметр. Нужно даже. Это количество грани, наверное, не так важно. Это я уж, конечно, ерунду сказал. Количество грани не важно, потому что. Даже их больше надо сделать. Даже легче. Так. Как это так? Упс. Так. Так. Как это так. Упс. Так. Ужие. Ужи. 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 Пусть будет так вот, так пойдет, все нормально, так вот наши болванычки, значит один цилиндр, который мы будем вначале использовать, для того, чтобы равномерно ткань расположить, вот, а потом мы будем подгружать эту спиральку, ну ладно, все, экспортируем. Марвелс шестой у нас, импортим теперь Марвелс, так, все подгрузилось, и сразу же делаем нашу окружность, нашу окружность желательно как можно точнее мы ее делаем, от центра. Вот так вот все сделали, выдвинули, сразу же отключили, кстати, коллижин, вот здесь, и еще гизма, локал координаты надо поставить, локальные. Так будет проще манипулировать с этими кусками нашими выкройками. Так, это нам нужно, выделяем, ctrl-c, вот так, ну типа попали, так я ее сшит и создал, надо ее расшить. Удалим. Ну, в общем, все стандартно здесь. Опа, это мы здесь должны. Подровняли все насколько смогли. Так. И зафризили это все делаем. Теперь нашу ткань создаем. Опять прямоугольник. Так, вот она темная сторона, значит внутри будет. Развернули. Все, еще немножечко. Ну ладно, пусть будет так. Чтобы равномерно скейлить, тут нужно выбрать, допустим, вот на серединку нажимаем, и становится все красным, и тогда мы можем симметрично ее как бы скейлить. Либо вот здесь увеличивать одинаково. Чуть-чуть поменьше, чтобы ее натянулось сделаем, короче. Вот так, подлиннее, чтобы она с всех сторон. Сейчас мы ее наметим только центр. как-то так сразу же посмотрел детализацию не слишком ли она большая чтобы она не тормозила, поменьше ее сделаем приподняю, вытащу ее, мы поехали так что-то длинное короче это наверх это низ это низ проверили точками вот этими расположения все чтобы было понятнее швы ровные у нас будут или неровные мы отодвигаем сначала чуть подальше эти кружки чтобы был виден шовчик вот так вот и теперь вот этой кнопочкой свободным швом мы скрепляем их вот так опа и смотрим сразу же вот здесь ровненький шовчик нормальный и с другой стороны тоже так и с другой стороны тоже так ну и теперь продвигаем их обратно еще раз перепроверю еще раз перепроверю да вроде все нормально так так ткань теперь можно поменьше сделать все мы ее подтянули она выровнялась все у нас все теперь мы удаляем тут аватар так убедились 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 и обратно восстанавливаем и импортируем наш спираль уже по идее она должна быть внутри смотрим ткань в опасности уменьшаем хоба смотрим да все нормально оставляем там процентов 90 прозрачность вот и теперь размечаем ткань здесь кнопочка вот такая как она там называется ага все и чертим линии по которым будем разрезы делать потом вот наша линия вот наша линия и вот вторая вот они у нас смотрим на каком расстоянии она где-то триста триста девяносто да сейчас будем подбирать ну че вроде как почти попали сейчас мы сделаем по-другому здесь сделаем черточку посерединке вот маленькая черточка не видно так сделаем побольше вот значит нужно 13 этих угу так что-то мы сейчас удалим пока в общем здесь просто подобрать надо ну где-то так так это штуки мы стираем потом удаляем все это дело мы удаляем так здесь одну копию делаем просто нас для того чтобы их объединить потом так и теперь мы должны это все сместить вот эти точечки мы должны сместить вот так вот вот так вот да это удалим теперь у нас получились такие спирали какие правила и и и и и и и и Так, здесь мы их должны немножечко выгнуть. Сейчас мы это сделаем. Так. Теперь подравниваем их. Потому что они у нас немножко кривоватенькие такие. Здесь то они ровные, а здесь они лежат не совсем правильно. И каждую придется подравнять. Возьмите. Возьмите. Продолжение следует... 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 Они у нас между собой сшиты. Так, теперь на всякий случай мы уменьшим вот эту вот штуку, нашу спираль. Сейчас мы зайдем. Так, это мы скопируем. Диаметр чуть-чуть уменьшаем. Чтоб наша ткань не провалилась. Так, ну вот как-то вот так вот, наверное. Вот. Так, и сюда импортим. Вот у нас появилась такая штука. А вот эти темы нам нужно зафризить. Сейчас мы их выделим. И сделаем им фриз. Упс. Упс. Так вот. В принципе-то та штука-то особо и не нужна. В принципе, можно было бы и без нее. Но мы попробуем, чтобы у нас краешки были ровненькие. Ее сюда вставить. Сейчас посмотрим. Может быть, она и не нужна, и вправду будет. Так, возможно, нужно было еще меньше. Сейчас посмотрим, как она будет. Не, все нормально, вроде. Опасите мы на 100%. И вот у нас получилось. В принципе, нормально. Никаких косяков таких вроде бы нет. Так, это у нас в центре, там внутри. Ну, все вроде прекрасно. Так, посмотрим детализацию нашу. Она через чур, конечно. Так, значит, что мы делаем? Выделяем все это. Ну, вот. Ладно, эти тоже выделим. И здесь уменьшаем на 15, допустим. Сейчас будем смотреть. Она, конечно, тормозить будет. Ого. Ну, вот так, в принципе, можно оставить. Мне больше детализации не нужна совершенно. Так, ну, сейчас посчитаем. Ух, как она тормозит теперь. Так, ну, нормально все. Теперь эти части мы увеличиваем в размерах. Сейчас мы их выделим. И мы их отдельно сделаем. Вернее, вытащим отдельно, чтобы их так больше по одной штучке не выделять. Сейчас оно, конечно, подтормаживается. Вот так вот мы и сделаем. Вот. Теперь мы их можем так, хоп. И все. Здесь мы берем, делаем там побольше процентов. Там 130. Сейчас все потормозит, конечно. Так, а здесь нужно 85, наверное, 95. Вот такая штука, в общем. Теперь нужно убрать гравитацию. Так, гравитация, гравитация. Вот она, гравитация. Минус тысячу поставим. Пусть она немножечко будет. Может быть, что-то какой-то эффект она и даст. Ох, как она тормозит. Не, надо поменьше сделать. Такую детализированную. Хорошо, вернемся на 20. Ну, ладно, пусть будет так. Так, все. Вроде бы здесь в порядке. Теперь уже с тканью, по-быстренькому тут что-нибудь посмотрим. Ну, да, так, немножко кривенько. В принципе, поскольку у нас это все будет скрыто дело. Под какой-то конструкцией жесткой. Даже если бы не было скрыто, то здесь бы ничего не было видно. Поэтому не страшно все-то. Так, ну ладно, все. Все там разобрались. Так, теперь какой-нибудь там материальчик. Какой-нибудь материальчик там. Ну, попробуем с этого начать. Так, ну низ, кстати, мне нравится. Вот вверх. Вверх мне не очень. Тут уже аккуратненько, уже на вкус. Так сказать, все уже, каждый себе там что-то настроит. Там покрутить параметры и всякое такое. Тут уже кому что нравится. Так, значит, ну и тут немножко покрутил параметры. Вот этот параметр, потом вот этот. И вот эта вот штука, она как бы немножко сосмузила все это дело. Все эти складочки, они были такие остренькие. Ее подвигав, вот, они становятся такие, как бы надуваются немножко. Скругляются. Вот, ну, в общем, вот так-то я покрутил. В принципе, меня уже все устраивает. Ну, а вы там уже крутите каждый по-своему. Кому что там в голову. Вредет. Что вы там захотите увидеть в этой штуке, кто уже там настраивается. Меня, в принципе, вполне устраивает уже. Так, сейчас я вот эту вот уберу. Потянуть. 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 И все. В принципе. Готово. Так, что мы теперь хотим сделать с этой штукой. Мы хотим сделать не треугольники, а квадратные. Прямоугольные такие же полигончики. Так, вирус какой-то ко мне стучится, что ли. Так, значит, смотрим. Нажимаем правой клавишей и здесь вот так треугольничать. А, вот. Сделать квадратными, короче. Прямоугольными. Она сейчас будет долго думать, а потом посмотрим, что получится. Все нормально. Теперь они у нас квадратненькие. Здесь все должно быть нормально. Ну-ка. Да, здесь все отлично. Все супер. Все соединяются везде. Красивенько. Все программа оточена. Все сделала. Отработала. Ну ладно, прилетел, посмотрел. И заэкспорт. Так, вот это все. Ну, и как обычно там. Так, вот это мы спрячем. Тут что нам нужно, что не нужно. Это мы куда-нибудь уберем. Это скопируем. Вот. Так, а тут у нас, к сожалению, нет. Ну ладно. В ноль поставим сразу же. И будем смотреть, что у нас там за красота. А у нас красота не туда заэкспорт. Вот она наша красота. Два и пятьдесят четыре. Там, по-моему, у Макса такой глюк с этими размерами. Вот вроде бы вот так вот. Ага, ноль значит. Ноль двести пятьдесят четыре. Ну как тут, вроде бы, попал. Это вот сюда, а это вот сюда. Вот так вот. Все. Сейчас мы ее на него накинем. Так. Все, красота теперь. Все, что мне нужно, мы удаляем. Там наверняка внутри есть еще что-то. Смотри-ка, ничего нет. Надо же. Так, что там надо? Значит, нам особо удалять нечего. Селектор верт, ничего нет. Ну ладно, все. Отличный рукавчик получился. Очень даже интересный. Можно и так использовать, кстати. Ну ладно. Так, посмотрели мы на него. Теперь нам нужно крайние штуки эти удалить. Крайние стороны. Вот так вот нам нужно удалить. Потому что они никуда не подходят. Ну, если вам нужно, можно оставить, если это ваши крайние. Это будет. В принципе, можно оставить. Отдельно их отделить, только вот так вот. А эти уже будут талиться. Между собой. Там нужно будет поправить крайние точки. Чтобы они были... Чтобы талены были они. То есть, вот здесь нужно будет сшить все эти вершинки там. Но это уже вообще элементарно. Проблемы в этом нет. Так, это у нас в нуле. Мы пока уберем. Туда. Вот. Ну, а эту штуку уже там каждый по-своему сделает. Как она нужна-то. Кому что нужно. Здесь немножко нужно будет подправить, конечно. Но это не проблема особо. Это не проблема. Это делается... Делается вот так. Хопа. Очень быстро и легко. Все у нас нормально, красивенько. Хорошо. Все спрятали. Везде прошлись, посмотрели. Везде прошлись, посмотрели. Подогнали. Ну, если нет времени, то можно не подгонять. Подгонять, что-то... Времени нет, но... Так тоже оставлять не хочется. Так, ну вот и все. Все подровнено. В принципе, все нормально теперь. Можно еще вот эти штучки немножко вытащить, но... Не знаю, буду или не буду. Там уже дальше разберемся. Ну вот и закончил я нашу гофру. Вот так вот она выглядит теперь уже. Вот так вот она выглядит теперь уже. Если вам понравилось, ставьте лайки. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Продолжение следует...